Здравствуйте! Вот и облетели очередные 7 листьев календаря, и мы снова встретились. Оставляйте в покое свои тапочки, забирайтесь на диван, и мы начинаем. Сегодня в программе вы обязательно узнаете, почему синоптики обманывают честных горожан, под каким флагом будет шагать новое поколение Тольятти, что думают жители города о шедеврах архитектуры, как развить интерес к русской литературе, и что хранится в мастерской художника Андрея Горенкова. Когда видишь на холсте красивый натюрморт с яблоками или пейзаж с деревенскими домами, то и глаз радуется, и на душе приятно. Но если персонажи картин летающие рыбы или одноглазые яйца, пожалуй, стоит призадуматься. На чердаке обычного, ничем не примечательного дома города Жигулевска расположена маленькая, никому неизвестная мастерская, где в свое время за написанием картин проводит художник-сюрреалист Андрей Горенков. Начал я рисовать серьезно где-то с 89-90-го года. Этот стиль называется сюрреализм. То, что я воспитывался духовным учителем своим, считаю, Сальвадора Дали на его картинах. Начал копировать эти работы. Потом попытался сделать несколько своих работ. Они получились, насколько я видел. Потом в Жигулевске сделал выставку. И после этого, чем дальше работал участник на своих каких-то ошибках, чем дальше, тем лучше получалось. Затем пошли выставки по российским и даже зарубежным городам. Участие в конкурсах и фестивалях, где молодой последователь Сальвадора Дали и Эрнста Фукса всячески проявил себя. Я называю свой стиль еще философский сюрреализм. То есть те вещи, те понятия, явления, в которых есть определенный смысл, их нужно увязать в картине и через них попытаться показать человеку, вообще донести до зрителя ту идею, которая заложена в картине. Но мне, как человеку земному, обыкновенному, от высокого искусства далекого, трудно понять и объяснить, почему на картинах имеют место быть оторванные руки или глаза на небосклоне, золотые булыжники или грустные улитки. Эта картина называется «Соблазнение фламинго». И идея, когда она заказывалась, была такая, что нужно было отобразить порог. Вот здесь как бы фламинго является символом какой-то чистоты, вот такой духовности. Он как сторонний наблюдатель наблюдает вот за всем, что здесь происходит. А тут некоторые такие вещи отображены, как, ну, та же, допустим, та же похоть, вот те же бронзовые трубы, через которые человеку нужно пройти, это и соблазнение славой. Вот та же ленность, вот стяжательство, вот золотой булыжник лежит на мостовой. Эта работа здесь как бы отражена, то же пансион богов, вот красота человеческого тела, то, что вкладывали греки и римляне, вообще в понятии красоты. Как бы одна из богинь, допустим, Венера, вот она ожила, встал со своего предистала и идет как бы сюда. Мне нравится женщина, мне нравится красивое тело. Вообще, как бы еще в средние века как бы определили, что человеческое тело, оно достаточно гармонично и отвечает там очень многим принципам, которые исповедует там та же математика, то есть принцип золотого сечения. Но если на картинах можно изображать фигуры женщин, то почему нельзя сделать наоборот, то есть на женских фигурах рисовать картины. Поэтому, наверное, Андрей занялся и боди-артом. Помимо самих картин, в мастерской Андрея можно найти уйму интересных и, на первый взгляд, ненужных вещей. Например, старинная счетная машинка или бюст Ленина. Но на самом деле все это имеет свое значение и так или иначе связано с творчеством художника. Это, можно сказать, так, иллюстрация к тем же моим картинам, только эта инсталляция выполнена предметно. То есть те предметы, которые можно было бы нарисовать, они располагаются здесь. Тут как раз проявление, не знаю, чего-то такого, что из случайного рождается объективный. То есть случайно ударили банку, и в ней откололось сердце. Но я ее просто немножко дополнил красками, чтобы она стала красившей и в интерьере принимала необходимое участие. Бутылки – это воспоминания о проведенном с кем-то встрече или еще что-то. А бюсты, ну, так как нам в свое время это было навязано, и мы не могли от тех же вождей никуда деться, они в каждом учреждении были. Я их по-своему воспринимаю, так как у меня официальное учреждение, здесь должен быть, конечно, бюст вождя. Но только он немножко должен быть чуть-чуть изменен и подкрашен с моей художественной точки зрения. А сейчас Андрей Горенков опять в творческом процессе, создает очередную замысловатую картину. Тем более, что почитателей вымышленного реализма и так уж и мало. И пока существуют любители неординарного художественного искусства, будет на что покупать и кисточки, и краски, и вдохновение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова